Наверняка вы об этом не слышали, но накануне 6 апреля отмечался Всемирный день физической активности. В одном из столичных торговых центров состоялась акция, приуроченная к этому дню. Ярослав Писаренко не обошел ее своим вниманием. Во многих дворах Минска и всей страны есть столы для настольного тенниса. Спорт этот не очень капризный в плане выбора места для игры. При желании помахать ракетками и показать свое мастерство можно даже в холле Большого торгового центра. В этом году мы впервые организовали такую акцию на базе одного из самых популярных торговых центров не только столицы, но и всей страны. Тем самым показать, насколько этот вид спорта народный. Следу национальной сборной, в перерыве между своими соревнованиями нашли возможность показать свое мастерство. Очевидно, что желающих посмотреть на лучших мастеров малой ракетки было много. Зрители Заворожину смотрели на мяч, а сами теннисисты от изобилия внимания тоже получали удовольствие. Удивительно, но подобная акция проводится в нашей стране впервые. Первый раз участвую в таком мероприятии. Это для нашего вида спорта очень важно, для популяризации. Этот вид спорта общедоступен, и чтобы все могли увидеть, как можно играть и что можно достигать. Однако не только профи в этот день сражались друг с другом. Шанс попробовать свои силы за столом был и у случайных прохожих. Стоит отметить, что те не отказывались взять в руки ракетку. Показали свое умение за столом и известные телеведущие. Правда, глядя на потуги журналистов, опытнейшая спортсменка Вероника Павлович не выдержала и предложила одному из них доиграть матч в паре. Впрочем, мастер-классы тут давали не только бывалые теннисисты. Совсем юная и амбициозная молодежь тоже не оставалась в стороне. Я сначала ходила в школе, но один раз прошлась, посмотрела на других детей, как они играют, и захотелось тоже поиграть. Меня мама записала, и я начала играть. Эта акция доказывает, что настольный теннис – один из самых доступных видов спорта, который, к слову, успешно культивируется у нас в стране. Для того, чтобы начать им заниматься, нужен минимум усилий и средств. Ежедневно с 8 часов вечера дворец теннис или республиканский центр олимпийской подготовки по настольному теннису открыт. Для всех желающих можно прийти и арендовать стол. И именно такой стол, на котором тренируются ведущие спортсмены страны.